Итак, сегодня мы рассмотрим вывод формулы для определения радиуса кривизны линзы. Интерференция возникает при наложении когерентных световых волн, волн с одинаковой частотой, поляризацией и постоянной разностью фаз. В результате в области наложения волн образуется чередование минимумов и максимумов освещенности, называемой интерференционной картинкой. Кольца Ньютона – это интерференционная картина, которая образуется на плоско-выпуклой линзе, соприкасающейся с плоско-праллельной пластиной. Если на стеклянную пластину положить плоско-выпуклую линзу, то между линзой и пластиной возникает воздушная прослойка, нижняя поверхность которой является плоской, а верхняя является сферической. Если плоская волна падает по нормали к плоской поверхности линзы, то происходит расщепление световой волны на когерентные волны, то есть у нас луч 1, дважды прошедший воздушный зазор в точке С, вот у нас точка С, интерферирует с лучом 2. Пусть R – это радиус кривизны. R – это радиус м-темного кольца. H – это воздушная прослойка, высота ее. При нормальном падении лучей на линзу углы преломления на сферической поверхности воздушной пленки близки к нулю. Тогда оптическая разность хода интерферирующих лучей, с учетом дополнительной разности хода, которая может возникнуть за счет отражения одного из лучей от оптической, более плотной среды. Дельта у нас будет 2NH плюс лямбда пополам, так как луч 1 при отражении от нижней поверхности пленки теряют полволны. N – это у нас показатель преломления воздуха, равный 1, а лямбда – это длина волны. Если у нас дельта будет равна M на лямбда, где M у нас изменяется от нуля до бесконечности, при наложении волны усилят друг друга. Если у нас будет дельта равняться M плюс 1 вторая на лямбда, то возникают минимумы интенсивности. Для M-ного темного кольца у нас будет 2H плюс длина волны пополам, равно M на длину волны плюс длина волны пополам. Следовательно, так как они у нас сокращаются, получается 2H M на лямбда. Из треугольника СОА мы по теореме перфагора расписываем радиусы. То есть радиус кривизны линзы в квадрате у нас будет равен радиусу в квадрате M-ного кольца и плюс R минус радиус минус толщина воздушной прослойки. Здесь мы раскрываем скобки. Получается R в квадрате плюс RM в квадрате плюс R в квадрате минус 2RH плюс H в квадрате. здесь мы можем пренебречь здесь мы можем пренебречь вот этим членом, так как он бесконечно малый. Из этого у нас получится, что отсюда мы вводим, что RM в квадрате будет равно 2RH. если мы подставим формулу 1 формулу 2, мы получим формулу для радиуса M-ного кольца в отраженном свете. RM у нас будет равно корень из R на M на лябда. если нам известен радиус M-ного темного кольца, если мы знаем длину волны, падающую на линзу, то мы можем вот по этой формуле, назовем ее цифрой 3, определить радиус кривизны R. однако из-за того, что стекло не идеально и имеются пылинки, мы не можем добиться идеального соприкосновения линзы и пластинки в одной точке. Поэтому лучше провести расчет по формуле разности квадратов радиуса двух колец. Получается у нас R будет равна RKT, это у нас радиус катого кольца, минус RM, это у нас радиус M-ного кольца, разделить на K-M, умножить все на лямбда. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...